На Ямале действует более 30 различных мер поддержки для семей с детьми, и их список один из самых широких в России. О некоторых из них мы сегодня поговорим более подробно. У нас в студии начальник управления социальной защиты населения города Елена Калинина. Елена Ивановна, добрый день. Добрый день. Какое количество семей состоит сейчас на учете в управлении социальной защиты, и какие это семьи, то есть какие категории семей, так скажем? На сегодняшний день более 45 тысяч жителей города Ноябрьска так или иначе у нас состоят на учете в управлении социальной защиты. То есть кроме того, что это, конечно, наши такие социально значимые категории, как ветераны, ветераны труда, Ямала, инвалиды, это еще и большая доля семей, которые получают социальную поддержку именно в сфере материнства и детства. Практически половина из этой численности, это семьи, это граждане, которые пользуются материальной поддержкой, единовременной поддержкой или ежемесячной, вот именно в виде пособий на детей, адресных пособий и так далее. А какие меры поддержки существуют у нас? На какие категории их можно поделить? Да, вот можно поделить на несколько категорий, то есть это те меры поддержки, которые платятся без учета дохода и те меры поддержки, которые платятся уже с учетом доходов, каких-то имущественных цензов и так далее. Если говорить о мерах, которые платятся без учета, это такие меры, как жилищно-коммунальная выплата многодетным семьям, тут достаточно иметь только статус многодетной семьи, это единовременные выплаты при рождении детей, они у нас как региональные, так и федеральные, то есть и делятся, градируются при рождении первого ребенка, при рождении второго и последующих, третьего и так далее. То есть вот такие меры социальной поддержки. Ну и кроме того, ежемесячно платятся пособия по уходу за ребенком тем мамочкам, которые не работали на момент рождения. Ну и большой очень блок пособий и мер социальной поддержки, которые положены семьям, либо одинокопроживающим родителям, именно исходя из дохода. Вот исходя из дохода тоже можно выделить две категории. Это ниже прожиточного минимума, ниже одной величины прожиточного минимума, она сейчас у нас составляет 17 029 рублей, и ниже двух величин прожиточного минимума. Вот ниже двух величин прожиточного минимума у нас платится пособие при рождении первого ребенка, то есть и пособие при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Вот доход в таких семьях не должен превышать 35 414 рублей на каждого члена семьи. Во всех остальных случаях, то есть когда мы берем пособие ниже одного прожиточного минимума, прожиточный минимум составляет 17 029 рублей, то есть на каждого члена семьи. Если ниже, семья к нам приходит. Но не стоит забывать, что каждая выплата еще влечет за собой дополнительные какие-то условия. Так, например, буквально два года назад у нас по поручению президента была внедрена новая выплата от 3 до 7 лет. И вот впервые при предоставлении мер социальной поддержки был внедрен имущественный ценз. То есть сейчас по запросной системе проверяется еще также наличие квартир, домов, гаражей, дачных участков, машин. И в зависимости от количества принимается решение о предоставлении выплаты, либо отказе в ее предоставлении. Ну так, если обобщать, вот при рождении ребенка, на что могут рассчитывать семьи у нас в городе? Рождается ребенок, единовременное, я так понимаю, для всех? Да, единовременное пособие при рождении 2-го, 3-го, 4-го. То есть в зависимости от количественного состава детей разный размер. Также выплачивается единовременное пособие при рождении. Но если это пособие не востребовали на работе, то есть может такое быть, что одинокая мать, она не работала на момент рождения, это пособие она будет получать в органах социальной защиты. Так как работодателя у нее не было на тот момент. Ну и самая-самая существенная мера, и говоря существенная, я действительно говорю о том, что она очень в высоком эквиваленте у нас плачется, это, конечно, материнский капитал. Потому что вот в таком размере материнский капитал, окружной материнский капитал, ну это действительно, да, в России его в таком размере нигде нет. Итак, о нем чуть подробнее. Да, то есть материнский капитал у нас всегда платился при проживании гражданам Российской Федерации, при проживании на территории не менее 5 лет, при рождении третьего ребенка. Его можно было получить единожды. И вот буквально с 2020 года у нас были внедрены новые условия. А именно, теперь не нужно иметь такой высокий цен соседлости, да, то есть семья, мамочка именно может быть гражданкой Российской Федерации и может проживать всего лишь один год и уже получить материнский капитал. И основное условие, что ребеночек должен быть зарегистрирован именно, акт рождения, на территории Ямала-Ненецкого автономного округа. Вот тут хотелось бы обратить внимание, бывают у нас, выезжают в длительный отпуск и, допустим, принимают решение рожать за пределами ЕНАУ. И впоследствии право на материнский, регистрируют ребенка, допустим, в Тюменской области, впоследствии право не могут подтвердить на материнский капитал. И еще то, что появилось новое и то, чего не было, это то, что теперь материнский капитал семья может получить на третьего, на четвертого, на пятого, шестого, десятого и так до бесконечности. То есть только детей, сколько они решат родить. Это тоже здорово, это существенное очень подспорье, очень положительные отзывы от многодетных семей были получены. И на второго же тоже сейчас у нас есть региональный. Да, и на второго ребенка теперь у нас материнский капитал в 150 тысяч. Куда можно направить региональный материнский капитал? Потому что там чуть-чуть различается с федеральным. Да, да. Округ пошел по направлению самых востребованных направлений. То есть самое востребованное направление, я думаю, что и вы сами скажете, что это улучшение жилищных условий. Жилищные условия также можно улучшать на территории Ямала-Ненецкого автономного округа. То есть направить материнский капитал региональный на приобретение или улучшение условий за пределами невозможно. То есть это может быть погашение ипотеки, это может быть приобретение жилья, это может быть строительство жилья, это может быть покупка дома. И вот сейчас по многочисленным просьбам многодетных семей вносятся изменения в условии использования материнского капитала. А именно ранее нельзя было приобретать дома в деревянном исполнении, то сейчас вот будет расширена эта возможность и можно будет приобретать. Но все-таки в многоквартирных домах то условие, что это должен быть не аварийный жилой фонд и не деревянный, оно остается. Так, ну еще хотелось поговорить по социальному контракту с вами, потому что такая тоже мера поддержки не совсем бывает людям далеким от этого понятная. Что это такое и каким образом она может помочь семьям? Действительно, вот с этого года мы реализуем обновленный социальный контракт, который позволяет цель его вывести семью на самообеспечение. Это работа ни одного ведомства, это работа как получателя и его семьи, так и органов социальной защиты, центра занятости, это бизнес-инкубаторы, это возможно привлекаются какие-то учебные заведения. То есть это вот такой комплексный охват семьи и поддержка для того, чтобы семья вышла из трудной жизненной ситуации. Какие направления? Ну прежде всего это трудоустройство. Когда выбирает гражданин направление, по которому заключить соцконтракт, ему сразу предлагают, что если, допустим, специальность не востребована, можно обучиться той специальности, естественно, это не высшее учебное заведение, той специальности, которая сейчас востребована. Вот я, например, знаю, что сейчас в городе очень востребованы водители определенной категории, которые на грузовике, очень востребованы повара. То есть если мы предлагаем гражданину совместно с органами центра занятости, предлагаем гражданину, прежде чем он примет решение заключения социального контракта, решить, что же будет входить в его индивидуальную программу социальной реабилитации. То есть получается, это может быть обучение, это может быть поиск подходящей работы, ну и так далее. А свое дело можно открыть? Да, конечно. Я хочу закончить по поиску, чтобы перейти к другой истории. Мы выплачиваем человеку около 18 тысяч для того, чтобы он мог направить эти деньги на поиск работы. Потому что зачастую столкнулись с тем, что даже пройти, у человека нет средств, даже пройти медосмотр для получения документа при устройстве на работу. То есть эти деньги ему дают не только возможность какое-то время питаться, на средства первые необходимые, но и вот направить эти средства на прохождение реабилитации. То есть может быть принято решение об оплате обучения, даже если он выбрал. Если это не бесплатно, то что в центре занятости есть программы специальные для таких категорий граждан, которым можно обучиться бесплатно. И впоследствии при трудоустройстве мы постоянно находимся в взаимодействии с этим человеком. При трудоустройстве из того, что, допустим, предложил центр занятости или сам человек нашел, мы еще три месяца, если человек оплачивает, помогаем ему и также оплачиваем по 18 тысяч. У нас это из 50 тех, кто обратился, самая крупная категория. На сегодняшний день из 35 трудоустроенных, половина из 35 тех, кто принял решение взять соцконтракт на трудоустройство, половина уже у нас трудоустроились, многие еще в процессе. Ну, потому что он не в одно время заключался, а поэтапно. И вот, отвечая на ваш вопрос, направление еще социального контракта – это развитие или организация индивидуального предпринимательства. Вот здесь также идет работа, здесь уже подключается бизнес-инкубатор, который помогает человеку составить бизнес-план. Мы направляем также человека на обучение основам бизнеса, также через бизнес-инкубатор. Также при составлении бизнес-плана человек определяет какие-то материальные ресурсы, которые ему нужны для развития собственного дела. И говоря о том, кто все-таки может обратиться, это все-таки люди, у которых доход ниже прожиточного минимума. То есть не каждый предприниматель может к нам прийти и получить 250 тысяч. Ну, это, кстати, может быть не 250 тысяч. Если человеку достаточно и по бизнес-плану 100 тысяч, то это будет 100 тысяч. То есть мы говорим о предельной сумме 250. Ну, еще есть одно направление – это развитие сосудного хозяйства. У нас одна семья такая нашлась в городе, которая птицу разводит, получает яички, мясо и так далее. Вот таким образом они считают, что семья выходит из трудной жизненной ситуации. Что касается оздоровления, давайте еще об этом поговорим. Что вот в этой сфере семьям с детьми у нас полагается. Ну и там всегда много вопросов по части проезда взрослых, сопровождающих и так далее. Да, у нас, если говорить именно о направлении на санаторно-курортное лечение и на реабилитационное, у нас два окружных центра, которые в Тюменской области расположены. Это в центре реабилитации Пышма. Туда едут детки до 18 лет, дети-инвалиды или дети, которые состоят на доучете, с заболеваниями слуха, зрения и речи. Поехать туда ребенка сопровождать может только родитель, только официальный законный представитель по доверенности. Не принимают, потому что речь идет о медицинском вмешательстве. То есть должен быть непосредственно родитель. Оплату производит сам центр Пышма. То есть это может быть либо по приезду, либо впоследствии направляются почтой документы на оплату. Оплата проезда. Да, оплата проезда. Все, что касается другой нашей здравницы, это Большой Тарсколи. Его также наши семьи ноябрьские очень любят и ценят. Туда направляются дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, состоящие на доучете. С этого года, буквально с 1 сентября, изменен порядок подачи заявлений. То есть если раньше семья могла обратиться не чаще, чем один раз в три года, то теперь семья может ежегодно обращаться, оздоравливаться. Пожалуйста. Вот такую вот... Настолько расширил губернатор перечень категорий, которые могут отдыхать. Для того, чтобы встать на очередь, нужно зайти на сайт определенный и зарегистрироваться, выбрать месяц, в котором бы семья хотела отдыхать, зарегистрироваться и встать вот в этом сайте на очередь. То есть очень все прозрачно. Мы оказываем помощь тем, кто сам, ну, где-то не справляется, допустим. Мы можем оказать помощь и помочь человеку поставить вот в рамках именно консультации на гостевом компьютере. Уже многие этой услугой воспользовались, уже многие встали в очередь. То есть если семья многочисленная, допустим, то может поехать и папа как сопровождающая, и мама как сопровождающая. То есть эти все нюансы также можно получить на консультации. Я, кстати, хочу сказать о том, что у нас работает единый центр консультационный по ЕНАУ. И если вопрос в сфере социальной защиты, то переключают на органы социальной защиты. И в том числе и наши специалисты работают на колл-центре, отвечают на вопросы. Поэтому некоторые пугаются, говорят, ну, это же по ЕНАУ, а я хочу вам вопрос задать в ноябрьскую соцзащиту. Поэтому не нужно пугаться. Там переключают именно на специалистов социальной защиты. Это вот такой единый ямальский ресурс, который вот уже в течение нескольких лет успешно консультирует, работает. То есть 8 800 2115. Это линия, которая в рабочее время с 8 до 8 работает. Ну и еще одна мера у нас есть, которая также направлена на оздоровление. Это возмещение расходов многодетным семьям. То есть один раз в три года многодетная семья, не вставая ни в какую очередь, может поехать, оздоровиться и получить возмещение. То есть это в зависимости от состава семьи тоже определенная сумма. Она может быть меньше той суммы, которая в день семья потратила, допустим, на оздоровление. Но это очень существенная поддержка. Вот, поэтому... Там есть тоже, наверное, какие-то условия, и предварительно стоит прийти проконсультироваться, наверное. Можно проконсультироваться, можно зайти на наш сайт. Мы всегда позиционируем очень удобный наш ресурс на нашем сайте. А его очень просто найти. Можно просто набрать соцзащиту «Ноябрьская». Он сразу выйдет. Я сама это все проходила. То есть раздел «Деятельность» там есть умный социальный навигатор. Он действительно умный, потому что он таргетированный. То есть он для каждой категории предназначен. То есть категория, допустим, семьи с детьми или многодетные семьи выбираешь. И, во-первых, весь спектр мер. Во-вторых, там есть кнопочка, где, допустим, подробнее. И можно на каждой мере нажать эту кнопочку, и сразу выйдет условия, право, какие документы и так далее, размер. И также можно сразу перейти, допустим, если эта услуга через госуслуги реализована, сразу получить услугу. И сразу будет отсыл к сайту госуслуг. Что касается семьи с детьми и инвалидами, еще есть такая мера поддержки, как сертификат? Да. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как пользоваться и какие суммы предусмотрены? Это тоже окружная мера социальной поддержки, которая у нас очень востребована родителями детей и инвалидов, потому что сертификат, во-первых, очень в существенной сумме, это 500 тысяч. Во-вторых, он может быть направлен на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида именно по выбору самого родителя. Это в год? Это всего. Он выдается разово. То есть также претерпела эта мера изменения. То есть если, допустим, буквально два года назад сертификат получали до пяти лет дети, рожденные с 2013 года, и могли потратить его тоже до исполнения ребенком пяти лет, то теперь можно его потратить до исполнения ребенком, то есть в течение семи лет после получения сертификата. То есть это очень существенно продлевается перечень. У родителей право есть выбрать. Они могут съездить оздоровить ребенка и получить возмещение после уже по факту. И могут предоставить предварительный договор. И мы оплатим по договору непосредственно уже той организации, которая будет предоставлять лечение. Разово можно потратить не более 150 тысяч. То есть можно даже несколько курсов, например, реабилитации в рамках этого социального... Можно несколько курсов. Можно это делать. Сейчас у нас в городе очень много появилось поставщиков социальных услуг, которые предоставляют услуги детям-инвалидам. Можно это направить непосредственно в городе на оплату. Или, допустим, приезжают какие-то врачи и в городе оказывают услуги. Также можно без выезда. Активно пользуются. Да, очень активно пользуются. И действительно востребованная мера. Ну и у нас еще много же всяких разных небольших таких мер поддержки. Бесплатное питание, молочная кухня. Вот как получить? Очень часто смотришь социальные сети местные, и никто не понимает. Как получить? Какие нужны справки? Нужны ли они вообще? Каким образом это происходит? Ну да, действительно. У нас ведь и в школах есть бесплатное питание. Оно для малоимущих семей, для многодетных. Питание детское, да, по назначению врача. Также семьям которых и низкий уровень дохода малоимущим. То есть понимая, что это очень большой объем информации. И раньше это все проходило через конкретную справку. То есть заключенные соглашения были буквально несколько лет назад со школами, с Ноябрьской городской больницей. И все теперь это предоставляется в порядке межведомственного взаимодействия. Ходить в соцзащиту за справкой не нужно. То есть если семья многодетная, она имеет удостоверение. И в школе может предъявить просто это удостоверение. Оно со сроком действия. Вот если оно закончило свое действие, но семья по-прежнему остается многодетной. Допустим, старший ребенок, да, поступил и не пришли для продления удостоверения. В этом случае его нужно обязательно продлить. И оно опять будет действующее. И никаких справок, подтверждающих, что семья многодетная, не требуется. Если семья малоимущая, достаточно уполномоченному лицу в школе об этом сообщить. При подаче заявления на бесплатное питание или к классному руководителю. И к нам поступит запрос в отношении этого человека к соглашению. И будет предоставлена без контакта с человеком информация в его отношении для того, чтобы, опять же, упростить вот этот весь порядок. То есть самостоятельно вообще ничего сейчас собирать не нужно? Да. Ходить никуда. Нет, но есть какие-то случаи, когда там, допустим, в суд или к судебным приставам. Ну, это единичные случаи. Конечно, можно обратиться, записаться в журнал. И мы не стоять нигде. Записаться, и мы на следующий день эту справочку уже готовы выдать. Также ее просто прийти и получить. Но все, что касается школ и молочной кухни, то это бесконтактно. Бесконтактно, то есть в порядке межведомственного взаимодействия. Спасибо большое, Елена Ивановна, за интересный разговор. Успеха вам и вашим сотрудникам. Спасибо.